Всем привет! Сегодня я вам продемонстрирую чехолчики и кейсы на молниях для наушников. То есть, конечно, о них много не расскажешь, но цель видео, чтобы я покрутил и вы визуально все увидели. Фотография-то все, конечно, хорошо, допустим, но на видео будет все намного четче видно. Итак, кейсы у нас бывают разных типов. Есть просто кожаные на кнопочках, но, на мой взгляд, более удобные в использовании вот такого типа на молниях с упругим телом. Отличаются они по размеру, по форме и немножко внешним материалам. Но во всех вот этих моделях материал такой, что он отталкивает воду и устойчив к внешним повреждениям. То есть, даже если вы любой из этих будете там ключом царапать, нужно приложить нормальные усилия, чтобы его повредить. Ну и цель вообще кейса для того, чтобы наушники ваши остались целые, не подертые, чтобы вы их там быстро нашли в сумке, допустим. И они, как вы их сложили, допустим, тут у меня уже такие припрятанные, да, то есть вы так их и выимите. Ну, как бы, очень удобно. Видите, тут я вам демонстрирую. Вот в моих руках это самый маленький и вот даже у них все хорошо. Самый маленький кейс и даже в нем все хорошо помещается. Либо же вот можно взять вот такие. ЕС-3КЗ, да. Вот сюда мы запахнем кармашек. Амбушюрки сменные. Ну и вот сменный стандартный провод. Вот все, все помещается. Я его там не это. Внутри, значит, они сделаны все однотипно. На молнии, да, закрывается. Значит, в середине у нас такая приятная отделка, ткань. Ну и кармашек на сетке. Ну, куда вы можете ложить, к примеру, там амбушюры или что-то еще. Так, ну давайте я прокручу. Вот этот самый большой. Сюда даже, наверное, поместится, может, даже и три пары наушников. Либо же наушники, ну, даже и плеер можно сюда впихнуть. МП-3. Вот так вот это все выглядит. Всем, кому было видео полезно, поставьте, пожалуйста, лайк. Если захотите приобрести, приходите по ссылочкам и заказывайте. К слову, эти аксессуары недорогие. Там от 50 до 80 гривен. Так, на этом все. Рад, что вы досмотрели видео до конца. Спасибо. До новых встреч.